За покупками, не выходя из дома. Теперь это стало возможным благодаря сервису Сбермаркет, который начал свою работу в Нарьинмаре наравне с другими городами нашей страны. Купить необходимые товары можно, не выходя из дома. Для этого достаточно просто скачать приложение, выбрать нужные позиции из предложенного списка и дождаться курьера в течение двух часов. Либо же оформить доставку на конкретное время с 10 утра до 12 часов ночи. Сборщик заказов получает уведомления в приложении на своем телефоне, изучает заказ клиента и приступает к его сборке. Товары выбирает тщательно и последовательно. Скоропортящиеся продукты и заморозка в последнюю очередь. Сборщик внимательно изучает срок годности и внешний вид товара. Убедиться в правильности выбранного продукта помогает приложение. В случае отсутствия товара на полках магазина, сборщик связывается с покупателем и согласовывает замену товара на аналогичный. Деньги списываются у клиента только после согласования всех товаров и после того, как покупки пробивают на кассе. Поэтому возврат в данном случае не оформляется. Если продукты уже привезли и клиента что-то не устроило, тогда в течение 24 часов деньги вернут. После покупки товаров сборщик упаковывает их в пакет, строго соблюдая товарное соседство, размещая в холодильник, морозильную камеру или шкаф в зависимости от условий хранения до момента, когда их заберет курьер. С 1 октября в штатном режиме возобновили свою работу отделение социальной защиты населения и офисы многофункционального центра «Мои документы». Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией их деятельность регламентировалась ограничительными мерами. Как сообщили, в отделении социальной защиты населения специалисты ведут прием граждан на первом этаже учреждения по вторникам и четвергам строго в часы приема с 13.30 до 17.30. Оставлять корреспонденцию в неприемное время можно в почтовом ящике на входе. Офисы «Мои документы» на территории Ненецкого округа также возобновили работу в режиме, который действовал до введения ограничительных мер. В помещениях МФЦ продолжают действовать требования Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции не менее полутора метров, масочного режима, а также ограничения по численности заявителей, одновременно находящихся в зале приема. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Для этого ничего не нужно делать. Перерасчет произойдет автоматически. Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. На нее влияет только возраст, район проживания, инвалидность и иждивенция. Но увеличение происходит только у тех пенсионеров, которые получают страховую пенсию по старости. Если пенсия социальная или по потере кормильца, после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Еще ее не увеличивают инвалидам первой группы, так как они уже получают двойной размер фиксированной выплаты. С 1 января 2020 года фиксированная выплата будет проиндексирована, и ее размер составляет 5686 рублей без учета районных коэффициентов. Право на повторное получение сертификата на окружной материнский капитал у многодетных семей появилось в 2019 году, когда в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были внесены поправки, согласно которым с 1 ноября 2019 года региональный материнский семейный капитал в Ненецком округе начал предоставляться на каждого новорожденного или усыновленного ребенка многодетной семьи. До этого момента получить сертификат можно было только один раз на третьего или одного из последующих детей. Сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители округа, проживающие здесь не менее 3 лет, до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. По истечении одного года со дня рождения ребенка можно подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а на некоторые цели средствами можно распоряжаться, не дожидаясь года. В 2020 году сумма сертификата на окружной материнский капитал составляет 379 911 рублей. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, затянувшейся на все лето, многие северяне отказались от отпусков и, соответственно, от использования льготной северной дороги. В связи с этим жители Ненецкого округа интересует вопрос, пропадет ли у них право на льготу, либо его можно реализовать в другое время. Ответ на этот вопрос дают изменения по использованию льготной дороги северянами, которые внесены окружной администрацией в положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. Согласно документу, работники и неработающие члены их семей, имеющие право на льготную дорогу, но не воспользовавшиеся ею в 2020 году из-за ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса могут реализовать это право в 2021 году. Обновленная редакция Налогового кодекса предусматривает отмену единого налога на обмененный доход с 1 января 2021 года. Упрощенная система налогообложения – самый распространенный из специальных налоговых режимов, перейти на который смогут индивидуальные предприниматели и организации в добровольном порядке с начала нового календарного года. Федеральной налоговой службой разработан специальный информационный ресурс, который называется «Выбор подходящего режима налогообложения». И в зависимости от категории налогоплательщика – это индивидуальный предприниматель или организация – каждый налогоплательщик может определить для себя и выбрать новый режим налогообложения. Главный критерий и принципы выбора – это объем выручки от своей деятельности и количество налогоплательщиков. Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящий налоговый режим. Упрощенную систему налогообложения – доход, доход минус расход или патентную систему. Заявление о переходе необходимо подать не позднее 30 декабря 2020 года. Выбрать альтернативный режим налогообложения можно на официальном сайте налоговой службы через личный кабинет. Если не подходит ни один из специальных налоговых режимов, то автоматически будет выбрана общая система налогообложения. В Ненецком округе продолжается иммунизация населения против гриппа. Прививку могут сделать все желающие. Компания по вакцинации продлится до конца октября. В состав противогриппозных вакцин в новом эпидемическом сезоне по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения вошли три новых штамма. Медицинское сообщество призывает жителей Ненецкого округа не пренебрегать профилактической вакцинацией против гриппа, которая в случае одновременного заболевания гриппом и новой коронавирусной инфекцией поможет смягчить тяжесть заболевания. Для прививочной кампании в регион по федеральной квоте доставлена вакцина Савигрипп. В первую очередь прививку от гриппа необходимо сделать лицам из групп риска, определенным национальным календарем профилактических прививок. Это дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, студенты, лица, подлежащие призыву на военную службу, беременные женщины, лица, имеющие хронические заболевания, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, пожилые граждане старше 60 лет. Сделать прививку можно во взрослой и детской поликлиниках Нарьинмара и в центральной районной поликлинике Заполярного района. В общественном транспорте Нарьинмара в тестовом режиме работает карта Мирнау. Эта карта предоставляет возможность бесплатного проезда в автобусе. Услуга действует в тестовом режиме и пока доступна только для школьников и студентов, имеющих право на льготный проезд. Карты Мирнау с транспортным приложением выданы на руки школьникам и студентам, у которых есть справка из отделения социальной защиты, подтверждающая право на льготный проезд. Сейчас идет тестирование системы. Для бесплатного проезда на общественном транспорте школьники и студенты вправе использовать выданную с 1 октября 2020 года карту Мирнау с установленным на ней транспортным приложением. В дальнейшем планируется обеспечить такой возможностью все категории жителей округа, имеющие право на бесплатный проезд в транспорте. Позже жители округа смогут пользоваться льготным и бесплатным проездом в городских автобусах благодаря бесконтактной банковской карте Мирна. Сейчас в округе реализуется комплекс мероприятий для обеспечения этой возможности. Переход к такой системе избавит Нарин Марцев от необходимости носить с собой подтверждающие льготу документы. Оформить социальную карту с записанным транспортным приложением можно будет после завершения тестового режима через офисы Мои документы или через региональный портал государственных услуг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова